Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Время новостей на телеканале ЖТСУ. Сталоважным изменением стала и отмена штрафных санкций к недобросовестным участникам. Теперь можно досрочно и в одностороннем порядке разорвать контракт и найти другого подрядчика. На веб-портале госзакупок разместили перечень, по которому заказчики могут заключать договоры из одного источника. В этот список вошли маски медицинские, дезинфицирующие средства, санитарные услуги. По дезинфекции, дезинфекции, дератизации, перчатки из латекса и прочее. Международная комиссия принимает решение из одного источника, покупает у наших же товаропроизводителей оборудование, маски. Объявляется конкурс, принимается заявка в течение трех суток. Там процедуры камеральной контроли нету, там мы не камеральны. Получается, все решение принимается комиссией конкурсной. Под крышей дома своего более 800 квартир планируют реализовать в этом году в Алматинской области в рамках государственной программы 5.10.20. В регионе старт реализации масштабного жилищного проекта намечен на 1 июля. Одна из основных целей внедрения программы 5.10.20 – решение вопроса очередников. Потому участвовать в масштабном проекте могут люди, занесенные в очередность на получение жилья из госжилфонда. Однако и здесь есть оговорка. Получить льготный заем на покупку квартиры имеют возможность только платежеспособные очередники Акиматов. Чтобы встать в очередь на жилье, нужно собрать и предоставить перечень необходимых документов. Это удостоверение личности, справку об отсутствии жилья в течение пяти лет, информацию о доходах или подтверждение платежеспособности. Если граждане из числа социально уязвимых или многодетных семей, им необходимы документы, подтверждающие этот факт. Программа рассчитана на среднестатистического казахстанца, а потому ориентирована на заработок рядовых жителей страны. Участвовать в 5.10.20 смогут семьи с доходом не более 96 тысяч тенге на каждого человека. Реализация выдачи льготного кредитования будет производиться через одного оператора. Это жилстрой Сбербанк. Потому желающим участвовать в программе необходимо открыть счет финансовой организации. Одной из основных особенностей 5.10.20 является то, что жилье можно купить как построенное в рамках программы Нурлежер, так и у частных застройщиков. По нашему региону, если из частных очередных изъявить желание купить от частных строительных компаний, это получается максимальная сумма банк может выдать до 12 миллионов. Это по региону. Например, в Алмате, Астане там другая сумма. Например, по Алматинской области это как раз 12 миллионов максимально сумма. По данной программе, по республике выделено 390 миллиардов тенге. Из них 108 миллиардов это на строительство. Остальное взято через жилстройбанк Казахстана. На данный момент в Алматинской области 6,4 миллиарда выделено. На эти деньги строится 11 домов. Это у нас в Талут-Кургане 5 домов. Один дом в Милисском районе, а остальные в Карасайском районе. Мы планируем где-то в втором полугодии, в 2021 году, сдать в эксплуатацию. Старт реализации программы 5-10-20 намечен на 1 июля. Всего в этом году государство планирует обеспечить жильем по этой программе более 800 семей Алматинской области. Благодаря волонтерам Дом культуры Кигенского района на время перепрофилировался в большой продукт. Вместилось порядка 40 тонн продуктовых наборов, среди которых 25 тонн муки, 2,5 тонны сахара и риса, 2 тонны подсолнечного масла, 500 коробок макаронных изделий и другого провианта. Только в отличие от обычных торговых точек, товар раздается бесплатно нуждающимся семьям, одиноким пенсионерам, инвалидам. Я воспитываю четырёх детей. Сейчас непростое время, и нам приятно, что немало в Казахстане неравнодушных людей. Думаю, продуктов хватит на месяц. Согласно списку, материальной помощью охвачено порядка 500 социально уязвимых семей Кигенского района. Акимы 12 сельских округов организовали транспорт для доставки товаров тем, у кого нет возможности самостоятельно забрать продовольственную поддержку. Таким образом, представители государственных структур, партии большинства, волонтеры и спонсоры помогают сочетникам в трудную минуту. В целом, на одну семью предусмотрено продуктов на 20 тысяч тенге. Помимо набора продуктов первой необходимости, в список входят антисептики и маски, так как пандемия ещё не прошла. Мы должны заботиться об общественном здоровье. Акция добрых дел будет продолжена и впредь. И каждый может внести свою лепту в общее дело, говорят организаторы. Продолжаем выпуск. Предупреждён, значит вооружён. Огнеборцы Коксулского района проявили инструктаж директоров общеобразовательных учреждений. Тема – пожарная безопасность в летнее время. Спасатели проверили основу на наличие противопожарной техники. В эти дни по всей стране проходят выпускные. А это значит, что должны соблюдаться не только санитарные нормы, но и пожарная безопасность. Дополнив, всего в Коксулском районе 25 учебных заведений и все проверены спасателями. А огненная стихия не щадит никого. Ещё раз напомнили директорам огнеборцев. Начало года нам поступило свыше 174 различных звонков. Было зарегистрировано 13 пожаров в Коксулском районе. Общий ущерб составил 3,5 миллиона тенге. Основными причинами пожаров являются несоблюдение элементарных правил предосторожности. Из-за замкания электропроводки и детской шалости мы не перестаём повторять. Не будьте самонадеянны. Это может стоить вам жизни. В Талдыкургане завершился второй сезон любительской лиги по мини-футболу. За пальму первенца боролись 6 команд, сформированных из представителей средств массовых информации. Турнир состоял из 10 туров. Восьми из них уверенную победу одержала команда «Бах Юнайтед». В первом сезоне они не смогли занять призовое место. Сформировав новый состав и постоянно оттачивая мастерство, основательно подошли к этому сезону. В каждой игре выкладывались по максимуму. В последней встрече выиграли команду «Гип Пресс» со счётом 2-1. Тем самым подняли заветный кубок над головой. Второе место закрепилось за командой «Халамгер» и третье за «Талды Парижа». Главная цель стартов – пропаганда здорового образа жизни и любви к спорту. Игры проходят в очень тяжёлом, напряжённом режиме. Но несмотря на карантин, с предусмотрением всех норм предосторожности, социальной дистанции, наши коллеги все пропагандируют здоровый образ жизни и продолжают играть. Продолжают своим примером привлекать большее количество молодёжи для пропаганды здорового образа жизни. Также по инициативе наших коллег, журналистов, ЖИЦУ, телерадиокомпании, ЖИЦУ газеты «Огни АллатАу» на следующей неделе мы планируем провести кубок Бесена Хронбека. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова